Владельцы или фаундеры компании создают бизнес. Ну и как это обычно происходит? Идея, тесты, начал строить, начал нанимать людей, идея начала работать, начала приносить какие-то деньги, вышел в прибыль. В следующем этапе добиваешься, чтобы эта прибыль росла, потом добиваешься того, чтобы компания работала стабильно, стараешься поменьше заниматься оперативкой, больше вопросами развития, потихоньку отлаживаешь процессы, расширяешь количественно, все прекрасно. Великолепная, прекрасная работа, а при этом твоим вознаграждением как владельца бизнеса является какой-то стабильный, предсказуемый денежный поток, способность или возможность реализовывать там свои какие-то смелые мечты, идеи и так далее. И это, собственно говоря, то, ради чего большинство владельцев бизнеса работает. При этом, когда ты создаешь стабильный доход, стабильный денежный поток от компании, очевидно, что компания приобретает некоторую стоимость. То есть сама по себе компания, сам по себе бизнес, то, как он налажен, эти люди, эта команда, процессы, приобретает определенную стоимость. Например, в США, если компания приносит владельцу компании, основателю, скажем, полмиллиона долларов в год, то такая компания, если это небольшой бизнес, и если сам основатель особенно погружен в процессы, занимается управлением этой компании, такая компания стоит, ну, где-то до полутора миллионов долларов. И когда я говорю, компания стоит до полутора миллионов долларов, я имею в виду, это стоимость самого бизнеса. То есть если у этого бизнеса есть еще недвижимость, там, станки, оборудование, запасы материалов, то это идет в плюс. Если у компании есть долги, то это идет в минус. Ну, а стоимость самого бизнеса, вот, будет до полутора миллионов долларов. Хорошее достижение. Неплохое достижение. Если владелец построил эту компанию, там, скажем, за пять лет, то, в общем-то, вроде бы как неплохо. Ты потратил пять лет своей жизни, бессонные ночи, риски и так далее, и заработал в капитале, там, примерно от миллиона до полутора миллионов долларов. Но что, если я тебе скажу, что ты можешь стократно увеличить этот капитал? И это будет справедливым, и это будет правильно. И денег больше, но это больше, чем сейчас. Ну, вот, ты создал хорошую компанию, хорошо организованно, есть денежный поток. А ты уже больше, например, построил систему управления, ты больше уже, тебе не нужно, вот, ежедневно, там, вникать во все оперативные вопросы, ты можешь управлять этим бизнесом с уровня стратега. Молодец. Но здесь же возникает вопрос, а как дальше развиваться быстро? И очень хорошая стратегия, очень эффективная стратегия, которая широко применяться в бизнесе, это называется стратегия роллапов. Это один из видов слияния и поглощения, да? То есть она заключается в очень простой вещи. Так как ты хорошо организовал работу, ну, ты же знаешь прекрасно, что твои конкуренты, они не такие, что они не настолько организованы. Они меньше, они хуже организованы, они не настолько эффективны. Поэтому что ты начинаешь делать? Ты начинаешь покупать такие компании. Ты просто берешь их и покупаешь. И присоединяешь их к своему бизнесу, который для этого роллапа, он становится платформенной компанией. То есть твоя компания, это платформа, и к ней ты присоединяешь компании-конкурентов. Ну, что при этом происходит с точки зрения денег? Ну, пускай вот эти ребята, которых ты покупаешь, они будут поменьше, они зарабатывают не полмиллиона в год, они зарабатывают, скажем, по 300 тысяч долларов в год. И так как они не очень хорошо организованы, и не очень эффективны, то они будут продаваться не с коэффициентом 3, а с коэффициентом 2. То есть такие компании будут стоить 600 тысяч долларов. Но ты привлекаешь партнера, который дает тебе финансы на эти приобретения, и приобретаешь эти компании. И все это мое. Все мое. Привлечь партнера достаточно реалистично, потому что риски не очень большие. Это не такие риски, как, например, при инвестиции в стартап. Потому что ты покупаешь компанию, которая уже много лет, у нее есть понятный денежный поток, у нее есть понятная рыночная стоимость, и так как она существовала много лет, вероятность того, что она вдруг... Этот актив испортится, который ты приобрел, эта вероятность очень маленькая. И абсолютно реально получить кредиты на реализацию вот этого Роллаб-стратеги. Таким образом, приобретая десятки своих конкурентов, если ты подготовлен с точки зрения менеджмента, управления, у тебя хорошая система управления, хорошие менеджеры, которые могут переварить это все, то ты начинаешь развиваться стремительно и очень быстро. Плюс, вливая эти компании, присоединяя их к своей платформенной компании, естественно, ты даешь им все свои ноу-хау, централизуешь некоторые функции, там, маркетинг, у тебя наверняка хороший цифровой маркетинг, какая-то автоматизация и так далее, для того, чтобы не просто с точки зрения объема увеличить, но также увеличить эффективность и вырастить эти приобретаемые компании. Ну и обычно, абсолютно реально, на перспективе трех лет удвоить доход этого бизнеса. То есть, таким образом, твой оборот при прочих равных вырастет не при приобретении, например, 30 компаний, он вырастет не в 30 раз, он вырастет в 60 раз. К чему это приведет? К тому, что твоя компания выскакивает на новый уровень. При этом, она хорошо организована, при этом, это компания, которой управляют наемные руководители, наемные менеджеры. И здесь происходит, знаете, такое чудо. Это определенный game changer. Ты же приобретал эти компании с коэффициентом 2, но теперь ты можешь продать их с коэффициентом, эту общую объединенную компанию, ты можешь продать с коэффициентом 8 от годового заработка. Почему ты можешь продать с коэффициентом 8 от годового заработка? Просто по той причине, что теперь ты имеешь дело совершенно другим покупателям. Ты ничего не строишь? Нет. И не производишь? Нет. Куда деваешь купленные компании? Продаю. Маленькие компании, которые требуют постоянного какого-то вмешательства и участия владельца бизнеса, почему они продаются с коэффициентом 2-3 от годовой заработка? Да потому что они интересны только таким же потенциальным предпринимателям или существующим предпринимателям. Большие компании с оборотами, с оборотами в 30-60 раз больше в данном случае, они, которые самоуправляемы, у которых есть хороший наемный менеджмент, которые хорошо организованы, они интересны фондам, они интересны инвесторам. И поэтому за такие компании идет конкуренция, идет борьба. И поэтому коэффициент при оценке взлетает от 2-х годовых заработков до 8-ми годовых заработков. То есть таким образом, продолжая следующий уровень развития своей компании, после того, как ты сделал и управляемый, и системный, реализуя стратегию roll-up, ты можешь просто скакнуть от заработка в капитале полтора миллиона к заработку в капитале 100 миллионов долларов. И это не шутка, это не преувеличение, это действительно так. То есть если ты все цифры, которые я перечислил в этом видео, возьмешь просто положишь на бумагу и посмотришь на это, ты увидишь, что это абсолютно реально. Естественно, тебе понадобятся некоторые знания, как это делать юридически, финансовые партнеры, но это абсолютно реалистичная стратегия. И с моей точки зрения, это очень справедливая стратегия для владельца бизнеса, который создал хорошую, хорошо организованную компанию, проинвестировал туда много своего собственного интеллекта, работал тяжело над тем, чтобы создать хорошую работающую модель. И это вполне логично, потому что ты создал модель, ты на это потратил время. Теперь ты расширяешь эту модель в десятки раз и зарабатываешь в десятки, там, и сотни раз больше. Ну, а о том, как сделать первые шаги к реализации этой стратегии. Наладить работу компании, сделать так, чтобы у тебя появились менеджеры, сделать так, чтобы компания была готова к рулап-стратегии, я расскажу на мастер-классе. Сейчас к нему доступ бесплатный, поэтому постарайся зарегистрироваться побыстрее по ссылке в описании к этому видео.